Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова с вами в нашей студии первого образовательного канала. С вами я, писатель Александр Владимиров. И мы начинаем сегодня цикл передач, посвященных сегодняшнему Дню России. И начнем с наших острейших социально-экономических и политических проблем. Для того, чтобы выяснить, каково же сегодняшнее положение дел России в этой сфере, мы пригласили нашего первого гостя, это Федоткин Владимир Николаевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Большое спасибо, что вы пришли к нам, выкроили время. Владимир Николаевич, давайте начнем сразу первый вопрос с нашего бюджета. Потому что, я знаю, бюджет принимали сейчас. Да, ну, вообще бюджет это главный, на мой взгляд, законопроект, который принимает Государственная Дума, и не только государство, но и регионах, и муниципальных образованиях. Потому что выполняется не то, что обещают с телеэкрана, а то, что финансируют. Есть деньги, решается задача. Нет денег, задача не решается. Поэтому всегда так скрупулезно к этим вещам отношусь. Буквально в начале декабря прошлого года президент России Путин Владимир Николаевич подписал федеральный бюджет, это закон на 15-й, 16-й, 17-й годы. И вот не прошло двух месяцев, как уже этот законопроект буквально полностью переделан. Это очень тревожно, потому что такие документы нельзя менять даже в течение года. Это огромные деньги, огромные люди, огромные предприятия, огромные сферы экономики. Это не гоночный автомобиль. Включил там газ, а газанул и помчался. Здесь очень великая инвестиционная машина и велики потери. Но, к сожалению, мы констатируем, что действительно бюджет внесли. Основной бюджет в декабре месяце подписывали. Это 6 тысяч с половиной страниц цифр. Но вот сейчас 4 с лишним тысячи переделывают. Что это представляет? Какие проблемы? Первоначально наш доход, а понятно, что можно тратить только то, что есть в нашей газине, где-то было 15 триллионов рублей. Вот сейчас доходы сокращаются на 2,5 триллиона. 12,5 триллионов. Это огромная сумма, и нашим телезрителям это невозможно представить. Но поверьте, огромная сумма. Вот теперь расходная часть. То есть доходы уменьшаются вот такой огромной на 2,5 триллиона. А вот расходная часть, поскольку наш бюджет из года в год фактически отстает от роста цен, и там уже практически остались только социальные платы, их как-то сокращать-то нельзя, то расходы сократили всего на 200 миллиардов рублей. Вот 2,5 триллиона доходов, денег не будет, и 200 миллионов сократили больше. Ну сокращать там практически нечего. Там и зарплату сократили, но под ноль ты ее не сделаешь, и пенсии под ноль не сделаешь, и жилье, и дороги, и все остальное под ноль не сделаешь. И получается, что в итоге образовалась огромная-огромная дыра в бюджете. Так называемый дефицит. Вот он возрос принятием изменений в бюджете федеральном на текущий год в 6 раз. Ждать откуда-то дополнительно денег не получается, хотя есть предложения и нашей фракции, есть предложения и, вот скажем, сейчас заседание проходило, Московского экономического форума, там очень много интересных ученых и практиков. Есть вот торгово-промышленная палата, проводит интересные мероприятия. Тоже с предложениями, да, конкретно? Да, конкретно. Но вот, к сожалению, в данном случае правительство, руководство страны выбирает самый легкий путь, лезть снова в долги. Вот я так покажу, наверное, нашим телезрителям. Вот это данные правительства России. Вот такая табличка здесь вверху. Внутренний долг такой ярко-зеленый, а темно-зеленый – это внешний долг. Вот посмотрите, последние 7 лет ежегодно растет долг. И внутренний, и внешний. То есть можно зарабатывать деньги, поддерживая умы, поддерживая национальное производство, поддерживая каких-то там наиболее талантливых людей, тогда, а можно брать у соседа, но потом-то отдавать придется. А, во-первых, из чего отдавать? И вот практически все годы растет. Вот на будущий год еще на триллион рублей должен возрасти внутренний долг. И внешний практически на 200 миллиардов должен возрасти. То есть у нас сегодня уже долг больше, чем все наши золотовалютные запасы. То есть если нам сейчас представят все кредиторы счет, то нам и золото нужно отдать, да еще отдать это землю, там что-то еще у нас, если не перехватили, не перекупили, и все отдать собственность, на которой стоит наше государство. Может, специально все это делается? Да, безусловно. Безусловно, специально. Если посмотреть наше... Это искусственный кризис. Если посмотреть наше предложение и даже практику развитых стран мира, то мы увидим, что Россия идет совершенно каким-то диким, варварским путем. Ну вот первоначально, когда мы смотрели законопроект в конце прошлого года, ну, скажем, такая вот программа есть у нас промышленное развитие, повышение ее конкурентоспособности. Сокращение было практически на 20% финансирование. Причем такие сферы сокращались, как тяжелое машиностроение обнулили. Металлургия. Ну, куда несутся, видя, обнулили целый ряд. Ну, сейчас, когда внесли изменения, я думаю, ну, может, кризис научил до импортозамещения. Ведь президент Путин в прошлом году поставил задачу за 2-3 года наладить производство всех стратегических видов продукции. Ну, думаю, может, сейчас что-то внесут. Смотрю, опять раздел промышленное развитие и конкурентоспособность еще на 10% сокращает. Причем сокращают уже не такие, как тяжелые машиностроения. Сокращает легкую промышленность. Оборонную промышленность сокращают. Ну, то есть, ребята, приехали. Ну, дальше смотрим. Ну, закрыли практически вот за 10 лет у нас 370 крупных предприятий на территории страны. Это предприятия, ну, где концентрировались лучшие мозги, лучшие умы. И практика была, и опыт. То есть, на которых мы должны расти были. Ну, а рост во всем мире сегодня идет, конечно, за счет мозгов. Это инвестиции, это инновации. И вот смотрим. Вот программа формирования благоприятного инвестиционного климата. Ну, смотрите, все руководства Медведев Путин говорят, что нужны инвестиции, нужно задерживать, нужно привлекать. В том году мы, ну, не мы, а страна, Россия потеряла 153 миллиарда долларов. Практически последние годы мы находимся на первом, втором месте в мире по оттоку капитала, понимаете? Хуже нас практически уже некуда. Бежит капитал, и никакими приказами его не вернешь. Капитал идет там, где устойчиво и выгодно работать. Это же понятно. Так было, есть и так будет. Ну, я смотрю, значит, инвестиционное формирование благоприятного инвестиционного климата. В том году сокращение было, вернее, в документах мы принимали бюджет в ноябре-декабре прошлого года, на текущий год, на 40% сократили по отношению к 2014 году. Сейчас отберу новые документы, еще на 10% сокращается. То есть результат, еще больший капитал побежит той страны. Ребята, о чем вы говорите? Я на задании комитета по бюджету и налогам, где был министр финансов Силуанов, замминистра экономического развития, стал приводить цифры, уменьшение поддержки экономики. Говорит, товарищ, вы на что рассчитываете? Сейчас плохо, сокращаете. А через полгода, а через год, а на будущий год на что вы рассчитываете? Если у нас экономика еще больше упадет, еще больше будете сокращать? Уже отбирать-то у людей нечего. Знаете, была такая пауза, потом был ответ. Ну, считайте, что правительство вас услышало. Прекрасный ответ. Ребята, мы вот то-то, 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 то-то делаем. А что мы делаем? Вот я привел, допустим, пример по инвестициям. По инновациям, да, инновационная экономика, сокращаются расходы в этом году в два раза. Это же основное. Ну, основное тоже, конечно. Вот, видите, телефон, компьютер, вот оборудование здесь. Да, конечно. Все на мозгах построено. И вот теперь, кстати, следующая проблема мозгов. Почему? Ведь бюджет, он как дерево имеет свои корни, свои ветви, плоды. Корни – это вот доходная часть. На плодах эти вот яблоки и все то, что мы говорим, зарплата, пенсии, жилье и так далее. И когда мы видим, что социальная сфера разрушается, нет плодов, надо посмотреть на корни. Может, там корней уже нет, а так и нет. Когда я сказал о деньгах, большой отток, да, действительно, это страшно, это плохо, но есть беда еще хуже, болезнь еще хуже. Мозги бегут из страны, интеллект бежит. Вот что страшно. Кадры бегут. И вот здесь, если посмотреть, то вот за все эти последние 20 лет, у нас бежало так, ну, по примерным оценкам, точно считал, где-то полтора миллиона ученых-специалистов. И главное, там-то они... И там они востребовали. Да, вот все дело. Готовили их мы. В том году 240 тысяч уехало. Это самый большой отток за все годы. За все годы. И в этой ситуации, я смотрю, кадры для инновационной экономики. Да. Ну, вроде бы, это вот так, курочка, которая должна нести золотые яйца, куда нужно вкладывать деньги. Конечно. Сокращаются расходы. Сокращаются расходы на малый и средний бизнес. На строительство сокращают. А строительство – это социальная сфера. И вот если полистать вот эти разделы в социальной сфере, практически везде пишут о том, что новое строительство не будем начинать, действующее в многом будет замороженное. Ну, простите, у нас острая нехватка стала больниц, медицинских пунктов. У нас в некоторых, вот, скажем-то, Подмосковье даже, все, в сельских районах, чтобы попасть к специалисту, нужно ехать порой за 100-150 километров. Это больной человек, попробуй, да вези сейчас, когда и автобусы не ходят, электричек, вот, насколько посокращали. И тут это сокращают. Ну, и село то же самое. То есть, в общем, если посмотреть вот эти вот корни нашего бюджета, а я еще раз подчеркиваю, в стране, в любой, делается не то, что провозглашается с экранов телевидения, а что финансируется. И как финансируется. К сожалению, перспективы роста у нас нет. И вы знаете, я вот сейчас... Как это не горько говорить, вот, на экран. Да, и вот вы, когда рассказываете, я вспоминаю то, что, конечно, ну, я не жил этот период, я читал о том, что, например, после войны было в период Сталина, да, как быстро все поднималось. Да, я смотрю... Причем без опоры на Запад. Причем без опоры на Запад. Мы описались от доллара, мы описались на свое. Да, показывает фильм, какой детективный фильм, где показана Германия, начало 50-х годов. То же самое, страна напоминает большую стройку, все строится, все делается. Потом вот про Сингапур недавно рассказывали, как умер вот бывший премьер-министр Сингапура. Как он быстро превратил страну, непонятно, из такой вообще, из ничего превратил в такую... Давайте вернемся к России, да? Да, но мы это, да. В домашней земле. Так вот, я поэтому и говорю, так неужели опыт же ведь был и наш, и зарубежный, и все. А у меня такое ощущение, что действительно это все не случайно. Вы понимаете? Не случайно. Ну, если вы эти коснулись времен Сталина, то тогда, в общем, советский период, конечно, там было и минусов немало, и там можно... Нито не говорит. Понятно, эти первые мы шли, и в окружении там, и просчеты были, разные было. Но, я бы тогда назвал тот период, о котором вы сказали. Эта страна была мастеров и ученых. Страна мечтателей, страна ученых. Да, ну так вот, если более приземленно. А сейчас страна, это продавцов и ростовщиков. Конечно. Ну, если ничего не производить, то ничего иметь не будешь. Конечно. Вообще, надо прекратить эти вот разговоры наши, которые эксплуатируют. Наша страна безгранична по нефти, безгранична по газу, по лесу, по углю, по алмазам. Но, во-первых, нет безграничных атораж. Согласен. А, во-вторых, как будут жить наши дети и внуки. Конечно. Вы знаете, есть еще одна сторона, иногда говорят, ну вот, да, вот на уровне федеральном, к сожалению, бюджет проваливается. А по регионам? Провалились искусственно, я подчеркиваю. Да, конечно. Искусственно. И у нас есть анализ, у нас за рубежом там под 7 триллионов рублей находится, там мы отдаем. Вот недавно Кипру долги очень многие отодвинули, вот буквально в феврале на 4 года. И платить будут не сразу по частям, да. Ну, а своих врачей, учителей, военных детей, стариков, ну, это вроде бы уже не главная задача для них. Вот регионы вы коснулись. То есть, действительно, иногда говорят, что может Россия перерастает регионами, но теоретически может быть так. Но регионы в такой же жесткой ситуации, в такой же финансовой яме, как и в целом России. Ну, вот посмотрите, скажем, долг регионов за 2013 год увеличился на 28%, за 2014 год еще на 20%. То есть, за 2 года в полтора с лишним раза. И вот за январь, февраль, за 2 месяца эти, еще на 50 миллиардов. Все произойдет в том, что система, как налогообложения, так и поддержки экономики такова, что она не поддерживает, а душит. Налогообложение это вообще уже, по-моему, только кто ее не ругает, и действительно это закономерно. Поэтому бизнес бежит за границу, где он при той налоговой системе получает деньги, а у нас он разоряется напрочь полностью. И вот фактически 82 региона, ну, это 99% регионов у нас сегодня в долгах, как в шелках. Отсюда появляется дефицит. Вот даже беря долги, а в основном долги это коммерческие, коммерческие, где платить очень много приходится, потому что федеральный центр тоже не может дать. Раз у нас всего отказывается от производства, от денег за границу, ресурсы раздает направо-налево, то фактически даже при том, что растет постоянно долг у всех практически регионов, растет и страшный дефицит. То есть доходы превышают расходы. Я подчеркиваю, но занимали везде, и все равно не хватает под минимальные задачи. Когда мы говорим о задачах, мы говорим, ребята, давайте посчитаем, а сколько нужно денег для того, чтобы нормально была учеба в школе, в колледже, в институте, чтобы нормально можно было лечиться. Может быть, этого не достигнем, может быть, этого много, но давайте поставим задачу для того, чтобы человек по качеству образования выходил. Ну, я не говорю, что лучше в мире, это вообще было бы прекрасно, но хотя бы не хуже, чем в развитых странах, и у нас своя наука и свое производство мозгов двигалось. Давайте поставим, надо тратить, скажем, в шесть раз больше, как скажем, в развитых странах мира хотя бы, чем у нас сегодня. Поэтому вот этот момент, связанный и с мозгами, и с регионами, у нас сегодня 77 регионов имеют дефицит, причем дефицит нередко больше половины всех собственных доходов. То есть перспективы никакой. Если посмотреть сегодня на то, что они могут там выполнять, да практически ничего, у них осталась одна заработная плата, да и то нищая. Здравоохранение сокращают, закрывают безбожно, Мехика, Кушерские пункты сокращают полностью, дороги практически не ремонтируют, только магистральные еще немножко. Ну вот, вы знаете, вот так я говорю, может много, но наболело, накипело, действительно, когда вот пытаешься в Государственной Думе доказать, ребята, ну деньги у нас есть, ну давайте все-таки, мы же депутаты российские, повернемся все-таки на свою, как говорится, страну, в конце концов, ну перед своей совестью, должно быть не так уж стыдно. Вот буквально на днях мы рассмотрели законопроект в Государственной Думе об индексации, там, зарплат, там, пособий, ну и целый ряд других социальных выплат, там, льгот, там, компенсации и так далее. Как говорит президент, и продолжает это глава, подписатель правительства, что мы должны индексировать их не меньше, чем на официальный уровень инфляции. Ну, как говорится, чтобы хоть хуже не было, не до жира, но хоть бы хуже не было. По прошлому году у нас инфляция официально была 11,4%. Я думаю, кто-то из телезрителей сейчас улыбнется, скажет, ты по магазинам не ходишь. Да, да, да. Ну, естественно, если сейчас это бросит черную, красную икру и мерседесы, а взять товары повседневного спроса, там и 30, и 50, и 100% может быть. Но официально вот так считается, 11,4%. Нет, а не знаете, как еще, может быть, что здесь имеется в виду, что на некоторые товары могут даже цена упасть, потому что просто их они не пользуются, люди не покупают их. Люди не покупают. А некоторые товары лекарства просто не показывают. А бывают лекарства, когда, скажем, стоит наше отечественное лекарство 100 рублей, допустим, да, а в аптеке, скажем, на лекарстве надбавка 15%. А он смотрит, ага, а венгерские и немецкие такой же состав лекарств, но стоят 1000 рублей. Он говорит, да я свое уберу 100-рублевое, возьму за 1000 рублей. Люди все равно купят, жить-то хочется. Но с 1000 рублей 15, это 150 рублей, а со 100 рублей 15, это 15 рублей. Где выгодно? Почему мы говорим, магазины и торговли должны быть государственными, но хотя бы наполовину. Безусловно. Хотя бы наполовину, понимаете? А этого как раз и нет, отсюда получаются и все вот эти проблемы. Поэтому регионы сегодня практически сокращают на все, что можно, и перспективы никакой роста. Они не профинансируют сегодня. Регионы большинство на грани банкротства. Вы знаете, вот у меня родственники живут в Белгородской области, Старый Оскол, город. Ведь это город, где... В советское время это промышленный центр, гремел, научно-промышленный. Да, так и сейчас там горно-богатительные комбинаты, все есть. Не слышно его так. Да уж сейчас не слышно, но все равно. Вроде люди должны жить, ну как, не знаю, там, как в Абудабе, где, не знаю где. Так вот у меня там, значит, одна моя хорошая знакомая, она сейчас работает помощником депутата, а вообще она редактор и писатель известный, она говорит, нет денег даже отремонтировать дорогу. Даже элементарно, элементарно люди не знают, не могут зебру нарисовать. Зебру, нет, чтобы зебру. Да, это просто... Ну здесь, вы знаете, тут, так сказать, не все так просто. Первая причина – это отсутствие точек роста. Это инновации, это подготовка кадров, мозги. Вот Путин говорил, помните, когда шел на выборы президента, что 25 миллионов инновационных рабочих мест мы создадим. Ну, теоретически, я двумя руками за. Ну, простите, уже прошло больше половины срока. А где эти места и перспективы совершенно не видно. Поэтому вот еще следующие точки роста. Второе, что буквально уничтожается под корень социальной сферы. Да, вот по социальной сфере. Абсолютно украшаю, да. Мозги теряются. Под корень уничтожается нравственность, духовность. Это очень серьезная проблема. Приводить человека там в животное, и он сам все остальное разрушит. Никакая война, никакие танки зарубежные не нужны. Вот эти проблемы, и они сидят, эти проблемы снова практически все прописаны. Все остается от потери денег и выбрасывания. Поэтому, вот я рассказал по образованию. Ведь мы же теряем, мы закрываем, когда школы, закрываем детские сады, вот 77 вузов закрыли за год, и еще порядка, где-то около 80 намечается. Надо смотреть, наверное, качество образования. Ведь, может быть, и надо много вузов-то. И надо, потому что развитие человечества таково, что техника, которая сегодня производится и приходит к нам в дом, она требует уже не среднего образования для того, чтобы создавать следующую технику, следующее поколение, военное или гражданское. А требует и использует, требует уже всеобщего высшего образования. Так в Японии переходишь эту систему, в Скандинавии. Поэтому, может, и надо такое количество вузов. Вопрос стоит не в том, что в вузов много. Первое, не платят практически преподавателям ни в вузах, ни в школах, нигде. Поэтому он бежит с одного, с другого, с третьего. Конечно, ему человек такой, что у него 24 часа, он не может и что-то новое сидеть, что-то прочитать и отдохнуть, и потом весь выложиться на одной лекции. Такого же нет. Конечно, да. И во-вторых, нужна материально-техническая база. Безусловно. По крайней мере, ну, не хуже, чем в развитых странах. Если мы хотим быть первыми, то она лучше должна быть. Так вот сначала вы эту дать и базу техническую, всю, и компьютерную, а если какие-то там по технические вузы, там и станки, и машины, и все, 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 все. Во-вторых, проплатите, чтобы не хуже, чем в развитых странах мира было. Это наше одно из положений. Потому что толковых преподавателей я знаю, вот по нашей Рязанской области, очень много толковых преподавателей, я бы сказал, даже так, ну, фанатов своего дела, которые, ну, и наукой занимаются, и преподают, и отслеживают. Но ему кормить семью надо. Ему нужно пойти в аптеку, купить лекарства, которые стоят тридорого. И он начинает потихонечку зарабатывать и уходит от большой науки, он сам теряет. Вот и качество. Вот если мы это не, в первую очередь, не закрепим кадры лучше у нас, если мы не вооружим эти кадры современнейшей техникой, беда вся в том, что мы не умеем считать доходы от вкладов в образование. Мы считаем образование, это затратная статья. Как и здравоохранение. Это в корне неправда. Мозги, это самый выгодный бизнес. И все человечество России может перерастать только мозгами и победить ни у кого там лучше ракеты. Я думаю, что до такой войны уже не дойдет. Сейчас такие изощренные методы, электронные, какие-то интеллектуальные, а у кого мозги сильнее? А вот тут-то мы, поэтому я думаю, что с вузами, я сказал, перевел, сокращают их. Это грубейшая ошибка. Это больной человек, давайте его стукнем, чтобы его не было. О, меньше больных, мы лучше живем. Так можно все мозги выбить. Вы знаете, я с вами совершенно согласен. Я очень рад, что нашел своего единомышленника. Я всегда говорил, что если... Вот у нас, говорят, много-много вузов. Какие-то вузы неэффективные. Так, наверное, нужно не закрывать вузы, а сделать то, что они были эффективными. Посмотрите, почему они неэффективные. Да, почему они неэффективными. Потому что в эти коммерческие вузы, посмотрите, самое главное, идут люди. Даже за деньги, но идут. Значит, практически все эти вузы, у них есть своя студенческая аудитория. Конечно. Значит, образование востребовано. Конечно. Так давайте мы им поможем. Что-то он заплатил, что-то даст государство, а на выходе будем иметь интеллект, который поможет нашей России. А если мы с кислородом перекроем мозги, то на выходе будет метла и лопата. Ну, это, по-моему, настолько ясно, что тут особым специалистом-то быть, наверное, не надо. Еще проблемы, может быть, я просто, может, обозначу, вот, потом коснемся, может, здравоохранение, потому что, вы знаете, куда ни посмотри в бюджет, кругом крик души. Просто крик души. Вот я много встречаюсь перед избирателями, езжу и по Рязанской области, по заводам езжу, по селу езжу и заводы, и больницы, там, где заводы остались. Иногда и в цехах просто вот выступаешь. Люди нормальные. Не надо их дураками представлять. Какими-то алкоголиками представлять. Да не надо. Нормальные люди, думающие, готовые работающие. У нас ведь беда-то в чем сегодня? Работающий человек относится к нищим. Работающий, не бомж, а работающий. Он делает нужное стране государство и при этом еще испытывает нужду прокормить. Он работает, жена работает, дети работают и не могут ничего взять абсолютно. То есть вот с чего нужно начинать, конечно, мозги. Но если посмотреть, вот что больше всего пострадало, вот в бюджете с точки зрения сокращения, то вы знаете, вот я назову пять, допустим, статей, которые больше всего коснулось процентного выражения сокращения. На первом месте это охрана окружающей среды, экология. Преступление. Это просто преступление. Опять мы не считаем потери государства от того, что у нас вот я коснулся загазованности воздуха. Вот недавно был у нас как раз министр в Думе. Я назвал, есть в городах загазованность 40, а он сказал 50-70 раз выше нормы. Люди этим дышат. Отсюда и усталости, и апатии, и болезни, и смерти, и все что угодно, да? Ну кто-то это должен отвечать. На втором месте сокращение это жилищно-коммунальное хозяйство. Там и так вот по закону на три года, там сокращение, это исполнение не изменяет, по-моему, в три раза. Три раза, значит, сокращает государство, уходит, регионы финансировать не смогут, а должно финансировать население. А учитывая состояние нашего ЖКХ, у населения денег не будет, будет дальше деградация. Третье... И как быть в этой ситуации, кстати? Третье, пять этих вот основных направлений, там страдают все. Страдают все. Третье направление, это, значит, экономика наша. Значит, четвертое, это здравоохранение. Ну ее просто растоптали. Хоть сейчас переходят на одноканальное здравоохранение через здравоохранение, это проблемы не решит. Во-первых, из здравоохранения берут деньги на поддержку экономики. Во-вторых, там денег крайне мало. И пятое направление, где рушится, это культура. Хотя везде сокращение идет. Вот говорят, что в среднем, да, самый большой сокращение идет по экономике. Это где-то порядка 206 миллиардов рублей. Ну, по крайней мере, по открытой части бюджета. Но я еще и тысячу раз буду говорить. Интеллект, экономика, наука, инновации, это корни. Ну, конечно. Не, нечего пенять на плоды отсутствия ветви, если у нас плохие корни. А вот сюда никто в корень-то не хочет смотреть. И если посмотреть, ну, да можно любую взять проблему. Вот по экологии, я коснулся, ну, буквально один пример приведу. Вот я сказал, по воздуху 50, 40, 70 раз датом. А вода, у нас в ряде регионов 60% воды, они не соответствуют санитарным нормам. Но люди их бьют. Так вот, под программой «Чистая вода» сократили расходы, поддержку до нуля. До нуля. Ну, это геноцид. Просто геноцид. Ну, естественно. Просто геноцид. Не надо убивать. Человек сам в Путрае пьет воду плохую. Земля заражена непонятно чем на его садах и огородах, где он выращивает. Да, конечно. Значит, дышит чинизно. Вот и постепенно освобождение нашей территории. То, что фашист хотел выбить и потом занять территорию. Сейчас фактически и так людей не будет. Хотя бы по направлению экологии. Это страшная вещь. А в Швейцарии запрещена любая деятельность, которая направлена против экологического загрязнения страны. Там думают о своей стране. Да, там думают они о своей стране. Там думают и всё. Причём, когда я сказал, там очень большое загрязнение. Оно десятилетиями держится. И пять, и десять лет, и пятнадцать. Сама же правоохранительная прокуратура эти факты нам переводила. Но возникает вопрос. Ну, хорошо, вы увидели 10 лет назад. А дальше? Ну, вы какие-то меры примите. Да, а дальше? Понимаете? Зачем допускать до того, что уже народ подымется и завод нужно закрывать? Не доводите до этого. Принимайте вовремя эти меры. Вы на то и, скажем, прокуратура приедете. Ну, вот я коснулся такого чистого, да, допустим, вообще обнулили. Значит, фактически, что тут хорошего ждать, да? Если посмотреть ЖКХ... Да, вот ЖКХ, нас интересует, да, проблема сейчас ЖКХ. Ну, здесь, скажем, вот проблема поддержки жилищного строительства под программу сокращается на 3 миллиарда. Молодая семья там тоже на 3 миллиарда. Это только федеральное бюро, я не беру там по всем... И тут же призывает рожать детей. Да, да, да. Значит, проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, то есть вся эта инфраструктура, тоже сокращается. Это все сокращается, это дело идет. Опять полагаю, что вот регионы что-то решат. Не решат, они тоже все сокращают. Ну, вот была идея хорошая у президента, у представителя правительства о том, что многодетным семьям надо выдавать земельные участки, пусть они строятся, пусть развиваются, все прекрасно. Но обусловленной инфраструктурой. Земли, пустующие в России, к нашему стыду, много. Одной пашни 40 миллионов гектаров. Это столько, сколько практически на Украине. Я, честно говоря, ждал, когда думал, вот правительство какие-то меры предпримет, скажет, ну, что нам завозить? Лук завозим, морковку заводим, чеснок завозим, картошку завозим. Ну, мы всегда сами это, игруцы заводим, сами все это делали. Ни слова нет. Ну, вот вернемся опять в жилье, коль мы коснулись многодетные семьи. Часто выделяется земля, ну, дают кредиты на то, чтобы было построить. Но нужна инфраструктура. Нужно дорогу построить, правильно? Конечно. Надо электроэнергию подвезти, правильно? Конечно, конечно. Надо какой-то газ там или что-то, баллон какой-то, ну, баллон уже тоже несовременно абсолютно, да? Надо водоснабжение, надо водоотведение. А на это денег нет. А на это денег нет, называется. Землю бери, и что хочешь с ней, то и делай. Поэтому провозгласили, полупрофинансировали, полу нет, а людям-то от этого не легче, им хочется жить нормальных условий. И шутка берут, поэтому, например, да. И вот, а тарифы ЖКХ, ну, это вообще уже, я не знаю, за пределами всех анекдотов. Вот одна из причин, по которой мы голосуем против бюджета, мы говорим, ребята, не только, кстати, на ЖКХ, но и на железную дорогу тарифы там и так далее, за предельные цены. Мы говорим, вы покажите нам расчеты. Может, мы и согласимся, что нужно каждый год повышать тарифы. Ну, покажите расчеты, что да, вот действительно, вот это, вот это, вот это, вот это вот. Нужно, значит, мы сейчас это подвысим, вложим, а через год будем понижать или застабилизировать. Но не показывают. Но когда скрывают, ну, если ты честный, что скрывать тебе? Конечно. Ну, покажи, ну, нашего ума депутатского не хватит. У нас есть помощники, специалисты, пока направление, мы с их помощью разберемся, обнародуем, в народе, увидят, скажут, что да, вот, сегодня нужно что-то такое. Раскрывают, значит, это тарифы. Самое главное в тарифах сегодня, это их закрытость. Вы знаете, я попытался выяснить, вот, наступил 15-й год. Я поехал на Новый год, опять же, говорю, к своим родственникам в Старый Эскол по одной цене. Возвращаясь, уже билеты стоят на 30% дороже. Я пытался выяснить. Я пришел на железнодорожный вокзал, да, на автостанцию, не знаю, сейчас говорю, давайте в администрацию. Ну, там, праздники, никого нет еще. Я не смог найти нигде все свои удостоверения, все свои звания, все они слушают, кивают головой, но никто не говорит. Вот как партизаны молчат. И все ссылается, вот Тула подняла, вот Тула подняла, вот все, виновата Тула. А то, говорит, ничем не виновата. Это государство в государстве. Вот буквально недавно мы рассматривали тарифы, я привел пример и спросил как раз тариф. Тариф, ну, это подтвердили многие депутаты, что не только, вот сейчас будет и скоро весна, а лето, опять подскочат цены на проезд. Подскочат. Но ведь там еще принудительные услуги. Вот берешь билет, допустим, поездок дальнего следования, покупай питание. А если человек не может есть такую пищу, которую там предлагают, там порой и на таком масле уже жарят одно и то же, одно и то же. Ему нельзя, он берет с собой. Не купишь, не продадим. Это преступление? Или какие-то услуги. Мы поднимали вопрос. Ну, в общем-то, правительство сказало, будем смотреть. Это повсеместно, ко мне много очень обращаются. Или какие-то услуги, скажем, набор там дорогой, там газетки положат, там зубную щетку положат, расческу положат, разовую пасточку положат. Покупай. А не покупишь, значит, нет. То эти обязательные принудительные услуги, они увеличивают стоимость билета, порой это мы подсчитывали, отбираясь с жалобами. Потому что есть такие жалобы с разных регионов на 500, на 1000 рублей. Это, извините, для семьи деньги немалые. Конечно. Туда, да, назад еще. Да, да. То есть, вот как по ЖКХ мы коснулись. В принципе, в три раза на три года планируется сокращение федеральных расходов ЖКХ. Это значит, люди должны быть готовы к тому, чтобы вынимать того, чего уже нет в карманах. И все эти попытки вот на самоуправление перевести, ТСЖ и прочее, это такой обман. В начале государства должно привести дома нормальный, идеальный порядок и придворовую территорию. Потому что, ребята, если так уж нужно передать, допустим, да, если нужно, в чем я не уверен. Вот мы вам передали, а дальше будете за ним следить сами, чтобы не царапали, не ломали, ничего. А когда довели до состояния, за границу перегоняем бешеные деньги, триллионы, а здесь ребята ничего не ремонтировали, крыши текут, подвал не зайти, там стены уже промерзают. Говорим, давайте вы сами делайте. Ну, как он будет сам, если он работающий, прокормить семью не может? Как он может? А вот я коснулся, ну, второе, вот, ну, про экономику мы немножко сказали с вами. Вот здравоохранение привело, четвертое, да? Да, здравоохранение. Ну, молеют-то все, да? Ну, здравоохранение находится, да, но лечится по-разному. Да. В закритическом состоянии. Вы знаете, у меня был законопроект, который не прошел в прошлом году. Я предложил по закону запретить лечиться за рубежом госслужащим, чиновникам, и исполнительной власти, и на федеральном уровне, и депутатам Госдумы, и на региональном уровне. Ведь мы же люди не, как говорится, не сеем, не пашем, не собираем хлеб, не точим какие-то детали. Мы в общее руководство стороной. И наш продукт – это состояние туэльной сферы, в котором состояние здравоохранения. И мы своим продуктом первые должны пользоваться. Ну, представьте, повар готовит еду, а беда бежит в соседний ресторан. Да, это оригинально. Ну, это смешно. Оригинально, да, да. Правильно? Да, спрашивай, ты что людям несешь? Да, да. Или за рубежом, если какая-нибудь там швейная фабрика, и директор фабрики, или хозяин будет носить не свой костюм, а костюм соседней фабрики, скажут, ну, если он сам отказывается, то чего же еще говорить. И вот было предложение запретить чиновникам, их женам, их детям лечиться за рубежом. Только им. Никакие там ни предприниматели, ни учителя, ни простые врачи. Ну, есть деньги, ради бога. То есть тем, кто руководит. Чтобы пользоваться своим трудом. Ну, пошла жена в поликлинику чиновника, посидела там полдня и не упала к врачу. Она придет, она мужу объяснит так, как никакой, наверное, там закон ему не объяснит ситуацию. Она говорит, мне говорят, ну, а вот, допустим, заболел серьезно ребенок чиновника. Да, можно это, доехать за рубежом, но в порядке общей очереди. Пусть в Минздраве будет общая очередь. Квота на выезд за границу. Ты встал, впереди тебя механизатор, доярка, учитель. Логично. Малый бизнес. Логично. Тебе не нравится твоя очередь, выдели большие деньги, чтобы они проехали, и ты будешь лечиться, да? То есть не перекрываем полностью килограмм. А вот смотрите более детально на госпрограмму здравоохранения. Ну, вы даже цифры вот так приводите, даже ужасные какие-то цифры. Ну, вот, скажем, сокращается первичная медико-санитарная помощь. Практически на 30% финансирования. Причем она сокращается то, что уже многое позакрывали, особенно в сельской местности, да и в городах закрывают. И говорят, вот мы будем строить какие-то там крупные центры по лечению самых серьезных болезней. Прекрасно. Но в эти крупные центры люди попадают уже с запущенной болезнью, когда уже она дошла до того, что надо уже принимать какие-то сверх, там, какие-то инновационные меры. А вот если бы выявили на первичном звене у него там какую-то болезнь, там, рентген проходил, что-то еще, может быть, и не надо ему этот супер-супер центр медицинский. Вылечили бы в органе, он был здоровый, а здесь сокращается, значит, больше будет тяжело больных. Почисто в два раза, вот у меня данные здесь с собой, просто я уж не буду приводить их, я специально вот взял вот это. Слайды правительства. Почисто в два раза сокращаются расходы на высокотехнологическую помощь. Тоже, получается, самые тяжелые вот такие болезни, где нужны и оборудование, и прочее все, практически. Дальше, диагностику и профилактику заболеваний. У нас и так, по сравнению с Западом, вот цифры мне попадались, ну, врачи порой до 30% допускают, если не ошибка, то не точность. Ну, я понимаю, допустим, он прописывает какой-нибудь антибиотик, но у него нет вот таких приборов, препаратов, чтобы сразу попробовал человек, ага, вот этот антибиотик ему не нужен, этот нужен. Сказал то, что нужно. Он прописал антибиотик, проходит там пропил неделю, человек не получает, не выходит. Он прописывает второй антибиотик. Во-первых, с одной стороны, деньги тратит больной, это все не дешево. А во-вторых, такие лекарства, они бесследно не проходят для всего организма. Поэтому профилактика крайне важна. Охрана здоровья... Швеция на профилактике, вся медицина Швеции на профилактике построена в основном. Ну, так легче что-то вовремя исправить, чем потом переделывать полностью, да. Охрана здоровья матери и ребенка. Ну, это святое дело, как говорится, отношение к детям, женщинам и старикам определяется нравственность государства. Правда, это еще Армаз говорил. Тоже сокращается. Санаторно-курортное лечение тоже сокращается. Ну, вот я потому и говорил, ну, ребята, ну вы сократили, чиновники внесли в Государственную Думу. Ну, допустим, наша фракция не приняла, а там большинство правящие фракции депутаты, они одни могут все это принять, да. Приняли, президент подписал, все нормально. Ну и пользуйтесь своим правом, ешьте его сами. Вот как хорошую панацею говорят, ну вот статью по лекарствам не сократили. Ну, сто процентов оставили. Ну, согласен. Ребята, а лекарства на сколько подорожали? Да. Значит, теперь на эту сумму-то купишь уже меньше лекарств, значительно, да. Не случайно у нас вот случаи были, я знаю, вот тоже такие встречал, как вот это не смешно будет звучать, но иногда вот пожилые люди покупают лекарства в складчину, как говорится, на троих. То есть покупают там, ну, скажем, какие-то там пластины, потому что местами продают пластины, местами нет, только пачкают. Покупают, допустим, ну, схожие болезни, пожилые люди, потом по пластинку вам пластинку, ему пластинку, мне пластинку, до очередной пенсии, там снова на троих, и опять вот будут деньги. Такое, такое, к сожалению. Да, это уже высшая форма. Или просто переходят, как вот раньше было давным-давно, на природные методы, там, трава, что-то еще, потому что, не потому что природные, они вот сами по себе лучше знают, да. У нас, наверное, народных строителей сейчас мало, настоящих-то, мало, может и есть, а просто не по карману лекарства. Вот случай был у моих друзей недавно, вот грипп, этот грипп, высокая температура, вызвал скорую, ну, отдельно будем говорить, что когда она приехала, очень долго ждали, 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 ну, врачи посмотрели, это на самом деле, вот, мы очень хорошие знакомые. Посмотрели, определили, ну, он говорит, ну, что такое это укол, что-нибудь сделать, и говорит, у нас нет укола. Вот, а мы даем одну таблетку аспирина. Оставили таблетку аспирина и уехали. Но аспирин он без скорой помощи мог выпить. А врачи нельзя рукоть, а у них ничего нет, я обрел сколько, сокращают, 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 сокращают. Им ничего не дали. А чего-то ждем. Поэтому не случайно, вот, среди этой пятерки, здравоохранение имеет очень основу, потому что, действительно, болеют все. И лучше на начальном этапе, и дешевле будет для государства, и лучше для всех нас убрать какие-то моменты, симптомы любой болезни, чем потом лечить, отратить огромные средства, человека вот отвезти из какого-то города куда-то там в Москву и так далее. Что можно лечить, начать пожар, легче задушить самозародыши, чем потом разросшиеся. Безусловно. Опять бюджет. И опять вот мы говорим социально-экономическое. Я еще раз хочу подчеркнуть, понимаете, что все есть предложения. Предложения прописанные, вот наша фракция разработала. Но прежде всего, надо вернуть государство в экономику, в социальную сферу. Может, когда-нибудь мы уйдем на так называемый свободный рынок, которого практически в мире-то уже давно нет свободного рынка. Когда таят там ларек здесь, ларек здесь, какой-то ларек разорился, никто не заметил. А когда рушится, скажем, целая отрасль и целые предприятия огромные, это накладно будет создавать новое. То есть государство, тем более мы больные, когда мы больные идем к врачу, государство должно вернуться в регулирование экономики. Говорит, ребята, нам нужны железнодорожные перевозки по таким тарифам, иначе экономика не будет работать. У нас сегодня некоторые предприятия с центра России везут, скажем, за Урал, не по российским железным дорогам, а через Западную Европу везут. Там дешевле будет, да? Вот эти заводы нам нужны обязательно, да? Вот такая минимальная заработная плата должна быть, иначе не проживешь. Ну и вернуться в торговлю, подчеркиваю. Обязательно, да. Мы говорим, борьба с ценами, да ни при казном порядке не запретишь, а вот будет у вас коммерческий магазин, допустим, у меня государство муниципальное, я говорю, что молоко, хлеб будет стоить вот в моем государственном магазине, не больше этого. Вам волей-неволей, как коммерсанту, придется подстраиваться косвенно, правильно, а выиграет народ, выиграет страна. И в аптеке то же самое, и аптеки должны быть, ну хотя бы 30-40% государственных, где цены можно жестко регулировать, а остальные-то будут поддерживать тогда. Ну, я говорю, когда-нибудь, когда будет великая экономика, великая культура, великий интеллект, там можно все отдать на самоуправление, но на данном этапе надо спасать. Как скорая помощь нужна России, к сожалению. Ну, к сожалению, время нашей передачи близится к концу, но вот у меня остается очень важный вопрос, который, наверное, интересует прежде всего многих наших телезрителей. Ну, а выход-то вот какой? Вот вы сказали, да, это, безусловно, все моменты важны, но вот что можно конкретно сделать, чтобы вернуться вот к этим позитивным моментам? Ведь пока мы вроде говорим, говорим, все понимают, а власть-то ведется несколько по-другому. Ну, у нас есть программа минимум экономическая, что нужно сразу делать и не надо ждать 5-10 лет, откуда взять деньги. Там и ресурсы, там и национализация, там сахара, табака, табуга, табуга. Есть программа максимум развития на линии интеллекта. Но сегодня все болезни экономические, о которых мы говорили, они имеют не экономические корни, а политические. То есть в мире идет война. Война за очередной передел мира. Мы привыкли, танки, самолеты, пушки стреляют, автоматчики бегут, да, а сегодня оружие умнее, сегодня оружие умнее. Это война финансовая, значит, это война информационная, вот вон духовная страстная, это война электронная, где вот по электронным картам все о вас будут знать от рождения всей жизни, ненужный центр разведки, понимаете? Она идет, а мы ее не ощущаем, вроде-то не война, а фактически результат это то же самое, разрушение экономики, разрушение села. Сегодня экономика и бюджет стали жертвой политики. Я бы, конечно, за то, что выход был мирный, чтобы мы не ходили там на баррикады, не стреляли друг в друга, так много потеряли. Но мирный путь, это только может быть выборный, может выборный. А для этого, конечно, я призываю, ну, всякое может быть, он на Украине, видите, как начали. Если вовремя мирным путем не решили, идет хирургическим. Идти на выборы раз, обязательно, вести всех, прямо за ручку вести. Во-вторых, нужно серьезно проработать с членами комиссии избирательных, которые, по моему наблюдению опыта, очень сильно переписывают протоколы и подделывают. Если это два условия выполнить, всем прийти и не переписывать протоколы, по крайней мере, хоть во власти будут конкуренции политические. Сегодня в Думе одна Единая Россия может проголосовать, любой закон провести, даже если все коммунисты, ЛДПР, Справедливого Россия будут против и будут доказывать, что это нельзя. Это на самом деле нельзя. Но дисциплина партийная будет, они примут. Вот этот вот путь мирный, сегодня мирный. Тогда и духовность, и нравственность можно поднять, на это деньги выделять. Зачем мне деньги идти в американскую экономику, там свой американский парламент есть, пусть он думает, или во Францию. Я хочу, чтобы Россия жилась лучше. Но они говорят, как Джокер, их все равно переиграешь. Вот эти шулеры. Говорить-то можно все, что угодно. В выборной системе как-то не всегда переиграешь. То есть пока еще у России есть шанс мирного спасения. Я все-таки боюсь, что... Но вот я все время выступаю, подчеркиваю, без того, чтобы народ каждый понял, что или он сегодня как-то себя проявит, активность свою политическую, или завтра просто-напросто его не будет по бекинным причинам. Не вылечили, голодный, на улице замерз и так далее. Нет зарплаты. Тут выбора-то большого нет. Или браться за оружие, что я думаю, что нам совершенно это сегодня не нужно. Владимир Николаевич, ну, большое спасибо за то, что выкроили время. Пришли с таким интереснейшим сообщением. Правда, к сожалению, настроение вы не подняли, я думаю. Ну, что делать? Ну, это честный диагноз, это половина лечения. Да, 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 это да. Можно приукрасить было, но этого сытнее не будет. Можно обмануть, сказать всем, что вы поедете там отдыхать, там, не знаю, или в Сочи, или там на Майор, куда угодно, всем. Ну, это же не так. Мы говорим о реальности, которая есть. Дай Бог вам успеха и счастья. Всем нам, да. Ну, и вам конкретно. Спастись и выйти, мы только все вместе можем. Да, ну, и вам конкретно, в вашем, так сказать, благородном деле. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы пытаетесь что-то сделать для России. Я очень надеюсь, что наши слова, особенно концовки разговора, ну, дойдут до сознания наших телезрителей, и все-таки мы станем на путь выздоровления. Хотелось бы. Спасибо. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго и до следующих встреч. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok